Сотрудники Кенсинхонского дворца, резиденции старшего внука королевы Великобритании, принца Уильяма, распространяют слухи о проблемах с психическим здоровьем у принца Гарри, брата Уильяма, сообщает The Mirror со ссылкой на биографа Гарри Амида Скоби. Биограф считает, что информационная кампания против Гарри якобы началась после интервью 2019 года, в котором герцог Сосекский сказал, что они с братом пошли разными путями. Я бы сказал, что это не совпадение, что это было не случайно, что вскоре после этого интервью уже на следующий день появились сообщения, которые исходили от старшего помощника в Кенсингтонском дворце, в которых говорилось, что Уильям беспокоится о душевном здоровье своего брата, рассказал Скоби. По мнению биографа принца Гарри, нельзя однозначно утверждать, что именно принц Уильям является источником сообщений о психических проблемах его брата. Однако, по мнению Скоби, однозначно можно считать Меган Маркл причиной продолжающихся ссор между членами королевской семьи. Ранее стало известно, что принцы Гарри и Уильям проведут первую частную встречу после ссоры. Вчера в три часа дня по местному времени в затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоялось торжественное открытие мемориала в честь Дианы Спенсер, принцессы Уэльской. На камерной церемонии присутствовали только близкие родственники покойной принцессы. Ее брат Чарльз Спенсер, девятый граф Спенсер, ее сестры, леди Элизабет Сарама Крокодил и леди Джейн Феллоус, а также сыновья Дианы, принцу Ильям и принц Гарри. Как оказалось, воссоединение принца Гарри с родственниками было недолгим. Сразу после мероприятия герцог Сосекский вернулся в коттедж Фрогмар, расположенном на территории королевской резиденции в Виндзоре, где сейчас живет принцесса Евгения со своим мужем Джеком Бруксбенком и их сыном Августом. Именно там Гарри провел пятидневный карантин по прилете из Лос-Анджелеса. А сегодня он вылетел в США из лондонского аэропорта Хитроу. В то же время его бабушка, королева Елизавета II, продолжает свой недельный тур по Шотландии вместе с дочерью Анной, сыном Эдвардом и его супругой Софи. Тем самым лично ее величеству и принцу встретиться на этот раз не удалось. Последний раз они встречались на похоронах принца Филиппа в апреле этого года. Королевские эксперты и поклонники монаршей семьи гадают, что стало причиной такого скорого отъезда, то ли все еще напряженные отношения со старшим братом, принцем Уильямом и другими родственниками, то ли сама Меган Маркл, а точнее печальное событие, которое произошло в его отсутствии. Напомним, вчера, в день 60-летия принцессы Дианы, стало известно о смерти 82-летнего дяди Меган, старшего брата ее отца Томаса Маркла. Сообщалось, что Майкл Маркл последние годы страдал от болезни Паркинсона. Напомним, предстоящий юбилей принцессы Дианы был омрачен рядом неприятных моментов между ее сыновьями. После Мегзита Уильям и Гарри долгое время не могли поделить фонд имени Дианы. И только прошлым летом они пришли к компромиссу, что все будущие поступления будут поровну разделены между благотворительными организациями братьев. Стоит отметить, что договор о подобном разделении доходов был подписан Уильямом и Гарри еще в декабре 2019 года, за месяц до объявления Мегзита. Но последующие события, в том числе закрытие фонда Гарри и Меган Сассикс Ройл, заставили юридических помощников принцев пересмотреть бумаги. В итоге было решено оставить все без изменений, а в конце апреля этого года герцог Кембриджский и герцог Сосекский дали свое официальное согласие на то, чтобы свадебное платье их матери было выставлено публично. Это историческое событие, так как платье стало частью экспозиции впервые за 25 лет. Согласие Уильяма и Гарри свадебное платье Леди Ди станет частью временной выставки Хесторик Ройл Пелосис в Кенсингтонском дворце. Также платье станет главным экспонатом выставки Ройл Стайл Ин Зе Мейкинг. Она открылась в скульптуре бывшего лондонского дома принцессы 3 июня и продлится до января 2022 года. 1 июля в Кенсингтонском дворце в Лондоне открыли статую принцессы Дианы в честь ее 60-летия. Скульптор Иэн Рэнк Бродли изобразил Леди Ди в поздний период ее жизни, когда она завоевала безоговорочную любовь британцев. Но поклонники заметили, что в скульптуре не хватает одной важной детали. По словам фанатов, на увековеченной принцессе Уэльской нет ее легендарного украшения. Речь идет о кольце с сапфиром, которое указывало бы на высокий статус Леди Ди. Общественность удивил и тот факт, что на церемонии открытия присутствовали только сыновья принцессы Дианы, принца Гарри и Уильям. Жен герцогов и других представителей британской монаршей семьи на торжестве не было. Поводом для обсуждения стало и то, что на создание памятника королевская казна не выделяла средств. Кроме того, ни в одном из королевских аккаунтов в соцсетях не упомянут день рождения принцессы Дианы. По сути, Букингемский дворец сделал все возможное, чтобы подчеркнуть отрешенность мятежной леди Ди от Института монархии. Кроме того, некоторые СМИ считают, что все эти детали стали скрытым посланием для супруги принца Гарри, Меган Маркл. Журналисты уверены, что это не случайность или оплошность. По данным news.com.ua, памятник содержит важное для герцогини сосекской сообщение «Остерегайся». Здесь находится ее королевское высочество с очень-очень долгой историей. По мнению журналистов, это означает, что всякая вражда с королевской семьей ни к чему хорошему не приведет. Напомним, что противостояние между Меган Маркл и родственниками принца Гарри началось задолго до Мегзита и скандального интервью с опрой Умфри. Сообщалось, что семья Елизаветы II с самого начала не взлюбила супругу герцога сосекской. Принц Уильям и принц Гарри встретились 1 июля в Кенсингтонском дворце на церемонии открытия статуи принцессы Дианы. О долгожданном воссоединении братьев заговорили задолго до торжественного события, ведь поклонников королевской семьи волновал животрепещущий вопрос, удастся ли им наладить контакт после долгих месяцев отчуждения и холодной войны. Во время открытия принц Гарри и принц Уильям стояли рядом плечом к плечу. Братья произнесли совместную речь, хотя до этого сообщалось, что, скорее всего, из-за разногласий они выступят по отдельности. «Каждый день мы хотим, чтобы она была с нами», — отметили принцы, говоря о матери. Но куда красноречивее слов об истинном отношении Гарри и Уильяма друг к другу говорят их жесты и мимика. Так герцог Сосекский перед торжественным моментом открытия статуи от волнения захлопал в ладоши. Он старался держаться непринужденно, шутил со своим дядей Эрлом Спенсером и сестрами Дианы, леди Сарой Макаркадейл и леди Джейн Феллоус, приветствуя обеих тютушек поцелуями, и громко смеялся не в попад. Эксперт по языку тела отметил, что таким образом принц, пометуя о холодном приеме родственников во время похорон принца Филиппа, старался стать душой компании и расположить к себе всех присутствующих. Принц Уильям, напротив, выглядел серьезным на протяжении короткой церемонии, не позволяя себе излишнего проявления эмоций. За несколько минут до начала открытия статуи братьям удалось побеседовать с глаза на глаз. Эксперт по языку жестов отмечает, что принц Гарри во время разговора постоянно пытался чем-то занять руки. Держался за борт пиджака, теребил пуговицы и кольцо на пальце, что явно говорит о том, что он старался расположить к себе брата, но испытывал при этом чувство вины, которую он, безусловно, стремился загладить и колоссальную неловкость. Принц Уильям во время беседы не смотрел на брата и держался отстраненно, лишь изредка дежурно улыбаясь. Очевидно, что он просто пытался сохранить лицо перед вспышками фотокамер. Такое поведение эксперт по языку тела считает проявлением внутренней воли. Скорее всего, Уильяму приходится много работать над собой, чтобы не дать эмоциям взять верх. Он демонстрирует лишь уважительную снисходительность по отношению к Гарри, который за последние несколько месяцев нанес слишком много ударов по репутации королевской семьи в своих откровенных интервью. Герцог Сосекский резко покинул Кенсингтонский дворец через полтора часа пребывания там. Неизвестно, возвращался ли он в коттедж Фрогмар, где вполне возможно он мог бы встретиться со своей бабушкой Елизаветой Второй или поехал прямиком в аэропорт Хиттроу, чтобы вернуться в Лос-Анджелес к жене Меган Маркл детям Арчи и Лиликен.